Я Анищенко Лариса Викторовна, старший научный сотрудник отдела мониторинга, аналитики и педагогических измерений. Работаю в Институте гармоничного развития человека с 2003 года, уже 18 лет. Одним из важных направлений работы Института является повышение квалификации педагогических кадров. Вы знаете, эта структура была создана в 2006 году, достаточно давно. И, конечно же, она так же, как и Институт, проходила большие изменения в своем развитии. Вначале, когда программа только-только внедрялась в школьные организации, не было подготовленных специалистов по предметам самопознания. И были срочно созданы вот эти курсы повышения квалификации. Они вначале были совсем небольшими, 72 часа. И были в основном практикоориентированы. Когда педагоги к нам приходили, мы сразу же показывали тот опыт, те наработки, которые мы сделали здесь в Бабеке, чтобы быстро-быстро научить учителей самопознания некоторым ключевым приемом, методическим приемом предмета самопознания. И при составлении программы курсов повышения квалификации мы учитывали, ну, старались учитывать практически все. Для того, чтобы провести курсы повышения квалификации, мы составляли программу курсов и приглашали, искали и приглашали очень разных и очень интересных людей. Мы искали таких людей, которые, ну, может быть, впрямую не интересовались вопросами самопознания, но были нашими самопознанцами по духу. Например, шесть или восемь человек из Института философии к нам приходили, постоянно читали лекции по различным направлениям философии. Некоторые из них стали нашими друзьями и постоянно до сих пор уже сотрудничают с нами. Это вот, например, Нурмуратов Серик Есентаевич. В ту бытность директором института была Бурова Елена Евгеньевна. Она тоже доктор философии. И многие вещи она помогала увидеть глубже вот этого нового предмета, в новом предмете самопознания. Ну, кого еще хотелось бы перечислить из Института философии? Это Косиченко Анатолий Григорьевич, Колчигин Сергей Юрьевич, Грета Георгиевна Соловьева, конечно, которая сотрудничает и по сей день с нами, Дунаев Владимир Юрьевич и многие-многие другие помогли нам в разработке программы и привнесли такой академизм в программу курсов повышения квалификации. Много психологов алматинских работало вместе с нами, участвовали в лекциях, в различных практиках, в каком-то тренингах, чтобы это было сделано с той целью, чтобы педагоги психологически были готовы к новому предмету. Кого из первых самопознанцев, разработчиков можно сейчас назвать? Это, конечно, Краснова Наталья. Много учебников написала, много знаменитых уроков провела, занятий провела. Это, конечно, Лукашева Татьяна Кайсаровна, она была у нас директором детского сада. Очень много она написала и придумала сама в предмете самопознания. И, конечно же, Бахаджан Ижанович наш Ахмешев. Каждому курсу повышения квалификации он писал новую песню, он рассказывал о музыке, он рассказывал о тех песнях, которые можно использовать на уроках самопознания, ну и на любых других мероприятиях вне учебной деятельности по предмету самопознания. Конечно, вот эти люди очень много сделали для программы и для курсов повышения квалификации. Вот такой два интересных человека еще мы приглашали. Это, ну, они очень известны в Казахстане, в своей области. Это Жек Сылыков Аслан Жемелевич и Женобаев Кайрат Едельбаевич. Это настолько образованные люди, настолько они энциклопедически развиты, знают фольклор казахский, русский, всех стран СНГ, скандинавский. Все мудрость вот этого народного творчества, устного народного творчества, они постарались на своих лекциях показать, рассказать, раскрыть для того, чтобы мы могли это вот использовать в нашем предмете самопознания. Тем более, вы знаете, основные участники процесса самопознания это дети. А как их можно научить самопознанию? Через сказки, через какие-то песенки веселые, через прибаутки какие-то. То, что ребенку знакомо, запоминаемо и интересно. И еще вот я хотела бы упомянуть об одном человеке, который участвовал в курсах повышения квалификации. Это Колокольников Юрий. Он спортсмен, учитель физкультуры был у нас в гимназии. Мы приглашали его и специально выделяли время, чтобы наши слушатели могли научиться азам. Азам техники Тай Ци Цуань. Эта техника помогает людям концентрировать внимание, помогает расслабиться и настроить свои мысли на такой, на хороший, позитивный лад. И вот эти вот занятия очень любили наши слушатели курсов повышения квалификации. Но еще много-много-много других людей, которых мы выискивали и приглашали к себе на курсы, чтобы показать, что есть хорошие, позитивные люди, которые могут каждый на своем месте привнести что-то прекрасное в нашу жизнь. Среди таких людей вот была даже директор ресторана, которая на своей территории устроила необыкновенный цветник. Она привозила цветы со всего, со всего света. Где она бывала, она привозила цветы. И о каждом цветке посетителям ресторана она рассказывала. Какой это цветок. Те, кто пожелал, мог взять у нее там отросточек. Она всем раздаривала. Она в своей школе, когда-то она училась, она озеленила, украсила свою школу. То есть, вот в любом направлении нашей деятельности, нашей жизни находятся люди, которые, строго говоря, не являются самопознанцами, но они наши по духу. В любом направлении. И вот эти люди рассказали, рассказывали нам о своем пути. И слушателям это очень нравилось. И они многое для себя брали во время лекций и практических занятий.